Всем большой привет! У меня появилась свободная минутка, и я решила записать для вас небольшой ролик в формате кростич влог, показать вам свои небольшие рукодельные поделки, то, что я сделала, возможно, что-то еще покажу. В общем, если вам интересно, то вставайтесь со мной и давайте смотреть. И первое, что я вам хочу показать, это декор моих рукодельных коробочек, как я вам обещала. Собственно, вот так они сейчас выглядят. Пришла мне такая идея из пластиковой конвы вышить название непосредственно наборов. В моем случае это те наборы, которые у меня в данный момент существуют. Еще у меня есть набор от Лукаэс, но как-то я посчитала, что уже слишком будет. Я решила вышить их на таком же фоне, как они представлены на обложке, то есть революция на таком коричневом, Dimensions на черном фоне и Золотое Руно, они, как обычно, пишут красными буквами свое название. Но я его сократила, потому как было бы слишком длинно, мне показалось, что, наверное, чересчур будет. И также Dimensions я сократила до слова Dim. Идея оформления мне пришла спонтанно, на ночь глядя. Мне очень давно хотелось попробовать именно пластиковую конву. Звезды сошлись так, что именно такое оформление я, можно сказать, увидела. Единственная оплошность, когда я приклеивала название триолиса, я не учла, что крышка от коробки немного заступила. Ну, в принципе, я думаю, ничего страшного. На этой коробочке у меня вышло слово Аида, то есть понятно, что здесь у меня ткани. И третья коробочка, ну, у меня, собственно, здесь ничего не вышито, потому как здесь различные такие мелочи. Биндеры, пяльца, нитки для шитья, ну, и всякое разное. Куснапы также здесь хранятся. В качестве вот этих вот окошечек, видите, я вставила открытки, вырезала по шаблону. Они такие в зимней тематике. Собственно, скоро зима, Новый год, как раз-таки оно уместно. Они очень легко вынимаются, поэтому без проблем их можно будет заменить. Кстати, в дальнейшем можно будет сюда вышить что-то вроде пинкипа с различными мотивами. И также сюда вставить, думаю, будет смотреться очень хорошо. Собственно, вот так теперь они у меня выглядят. Идем дальше. Еще у меня есть вот такая книга для вышивки. Я ее вам никогда не показывала. Досталась она мне в подарок от моей подруги из Норвегии. Она довольно-таки забавная, в том плане, что здесь в основном присутствуют подобные сэмплеры. Я пока еще не фанат, в крайней мере, таких сэмплеров. Сейчас вам вкратце и покажу. В основном эти работы выполнены на льне, либо на равномерке. Ну, это понятное дело, потому как здесь неполная зашивка. Я, если честно, эту книжку полистала, но вряд ли что я отсюда буду использовать. Только если какие-то отдельные элементы. А показать я вам хочу. Нашла одну такую милую вещичку. Вот, смотрите. Наша с вами рама пяльца, на которых мы вышиваем. Вот, видите, уже натянутая конвоя. В общем, очень мило, как мне кажется. Ну, здесь можно найти какие-нибудь такие именно миниатюрки для чего-то такого. Вот, видите, вязание, краски и так далее. Кладильная доска, да. И пылесос, ну, вообще, милашество просто. И хочу вашему вниманию показать свои чехлы для ножниц. Наконец-то я их закончила. И давайте начнем, пожалуй, с вот этого чехла. Всполнялся он здесь и крестиком, и не только различными вот такими стежками. Также вы можете узнать шов-козлик, всем нам известен из школьных лет. Цветовая гамма была мной подобрана. На самой схеме там довольно-таки яркие были цвета. Мне, если честно, вообще не понравилось. И мне почему-то захотелось именно вот в таких сиренево-фиолетовых цветах выполнить. Как вы видите, здесь такой небольшой маячок. Да, знаю, не все такое понимают и любят. Но я его сделала с целью того, что, видите, ножницы не выглядывают. И как раз потянув за них, мы достаем наши ножницы. Ну, в моем случае, это мои ножницы-цапельки. Задняя сторона выполнена вот таким, типа это рисовый шов, что-то такое. В общем, это полукрест выполнялось в четыре нити. И, собственно, он меня немного и подвел, потому что равномерку повело. И, если так приглядываться немножко, он у меня кривенький, этот чехольчик. Но, тем не менее, он мне нравится. Возможно, со временем я, учитывая все свои ошибки, его переделаю, либо сделаю новый. Но пока что он мне нравится. Следующий чехол по мастер-классу от Илон. Илон, спасибо тебе большое, что показала, как делать вот такую красоту. Такой оплана чехол у меня появился, получился. Будете смеяться, но в качестве ткани у меня пошло платье от моей дочки, которое она уже перестала носить ввиду того, что выросла. Так как у меня нет просто банально запасов ткани. В качестве кружева я связала вот такую тесемочку крючком. Вполне симпатично получилось. Пришила вот такие цветочки. Вот сами ножницы. Вот такие у меня. И отлично они себя здесь чувствуют. И в качестве шнурочка, чтобы скрывать стыки, я сплела. Возможно, кто-то, как и я, в юности увлекался фенечками. То есть плели из ниточек, из мулины, либо еще из каких-то такие фенечки. Естественно, они потолще и разноцветные. И, собственно говоря, технику плетения я применила здесь. В общем, вот такой он получился. Такое ощущение, знаете, у него теплого, уютного. Потому что здесь присутствуют и элементы вязания, и сама ткань, она такая слегка теплая. И вообще напоминает такой, как плед. И хочу вам показать набор, который пополнил мою коллекцию. Это набор от фирмы Золотое Руно, Белый Натерморт. Я думаю, многим из вас известен. Кстати, такой же сюжет есть от компании Юнона. Но я предпочла именно Золотое Руно. Очень мне нравятся вообще их дизайны. Отличная, мне кажется, фирма. Как всегда, здесь стоят лейбы, логотипы, точнее, Цвайгард, нитки Мадейра и логотип от самого Золотого Руно. Но давно мне нравился этот сюжет. И я не смогла устоять, когда была у себя в городе. Размер будет 40 на 45 сантиметров. Всего 16 цветов. Скорее всего, здесь будут бленды. В общем, работа, да, она не яркая. Она скорее такая запыленная. Но, тем не менее, она вызывает у меня, знаете, вот как некое такое умиротворение, спокойствие. И, глядя на эту картину, кажется, что вот время остановилось. То есть, как вот такое вот мгновение. В общем, вот такие навевает мысли у меня эта работа. Когда я за нее приступлю, я, безусловно, не могу сказать. Но я очень рада, что она теперь у меня есть. Так что обязательно и до нее мне доберутся руки. И хочу вам показать. Приобрела я в местном магазине вот такие вот кабошоны. Они в ретро-стиле таком, да, видите. Дамочка с мужчиной. Здесь две такие девчушки. Также вот такой есть. Любовь. И три таких же маленьких. В общем, я жду, когда мне придут магнитики. И я сделаю из них либо магнитные игольницы, либо просто держатели для схем на станке. Либо сделаю на подарок. В общем, там будет видно. Но, тем не менее, вот такая вот красивость теперь есть и у меня. Это, пожалуй, все на сегодня. Спасибо большое, что были со мной. Точнее, с нами. Я пошла выполнять свои основные обязанности. В общем, увидимся с вами в моих новых видеороликах. Всем отличного настроения. И пока-пока. Пока-пока. Ха-лю. Ха-дебра.